Харе Кришна! Так, сегодня у нас воскресная программа в храме. Я слышал, что в Киеве приходило много гостей в храм на воскресной программе. Поднимите руки, пожалуйста, кто сегодня первый раз пришел в гости к нам. О, Боже мой! Вам удобно на полу в такой тесноте, в такой духоте? Вот так решили провести свой выходной. Не пожалеете, нет? Спасибо, что пришли. Мы рады. Нас вдохновляете. Мы сегодня будем читать Бхагавадгиту. Выбран самый лучший текст. Какой? Для гостей специально. 18? 78. Это самый лучший текст для гостей. Я еще не знаю, о чем речь. 18.78. Интересно. Последний текст Бхагавадгиты. Ом намо Бхагаваде ва-судевая. Ом намо Бхагаваде ва-судевая. Ом намо Бхагаваде ва-судевая. Ом намо Бхагаваде ва-судевая. Итак, Шримен Бхагавадгита, как она есть, глава 18, текст 78, совершенство отречения. Это завершающая глава Бхагавадгита. Это завершающая глава Бхагавадгита и последний текст. Санскрит. Санскрит. Повторим по слову. Ятра. Где? Йога-ишвара. Повелитель всех йогов-мистиков. Кришна. Господь Кришна. Ятра. Где? Партха. Сын Притхи. Сын Притхи. Танудхара. Носящий лук и стрелы. Татра. Там. Шри. Изобилие. Виджая. Победа. Бхути. Исключительная сила. Друва. Твердая. Нити. Мораль. Ма-ти-мама. Ма-ти-мама. Моё мнение. Перевод стиха. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойдённый лучник, там всегда валит изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково моё мнение. Вот так здесь Санджая заканчивает свой рассказ Тридараштри. Несчастному слепому царю, который был привязан к своему дурному сыну. Из-за этой привязанности царской к дурному сыну пострадало всё человечество, вся империя. Царь должен быть беспристрастен, должен быть привязан к Богу, к истине, к чистоте. Но его сын не был чистым. Дурёдхана был злобным, демоничным. Собственно, и все братья были подобными ему. Царь был слеп от рождения Ниждараштри. Это история Махабхара, это, возможно, вы видели, целый сериал существует. Целый сериал существует. Это несчастный царь. У него были амбиции быть царём, но из-за слепоты ему не суждено было наследовать престол. Эту амбицию наследовал Дурёдхана. Ещё один пример, как дети наследуют достоинство и недостатки своих родителей. Как говорят в народе, яблоко от яблок недалеко не упадёт, не будут близкими. И таким образом мы должны думать, как каждый из нас станет родителем. Должны думать, что же оставить после себя, чтобы мои потомки были лучше меня, достигли большего, чем я. Что я могу сделать для этого? Что могу оставить? Деньги, недвижимость или что? Что-то большее? Я слышал одну историю от одного мне очень дорогого человека. Он духовный учитель в Исконе. Он очень известный. Здесь также есть ученики в Киеве. На самом деле, лидер – это Ятро, его ученик. Я слышал эту историю от него. Наверняка, вы тоже ученики, если вы слышали все истории, которые рассказывал Родан Атамнахарадович. Поскольку здесь, гости, я расскажу, проиллюстрирую сейчас свои слова. Рассказал однажды он эту историю об Америке, об одном очень известном адвокате. его звали Изи Эдди. Так, насколько помню в том рассказе. Что? Если кто знает английский, что это означает? Легкий Эдди. Знаете, почему? Он мог легко оправдать любого негодяя. Очень прекрасно манипулировал законами, прекрасный оратор, очень умный человек, талантливый адвокат на самом деле. Об этом мы говорили, Изи Эдди. Сложное дело, позовите Изи Эдди. Заплатите ему, попросите. А он сделает невозможную вещь. Возможно, не сразу, но все равно вытащит человека из тюрьмы. Добьется своего. Использует какие-то законы, какие-то пункты, и он сделает свое дело. И вот этим человеком интересовалась самая крупная мафия того времени. Это было, может быть, середина прошлого века, или чуть позже. Они подумали, нам нужен такой человек. Нас часто осуждают, понятное дело. Если мы платить ему хорошие деньги, у нас будет легко вытаскивать этот Изи Эдди. Гений. Они заключили с ним какой-то договор так или иначе. Он согласился за огромные деньги выполнять эту работу. И я слышал, что Америка до сих пор это имя помнит. В истории Америки он очень известный человек. Не только потому, что делал такие вещи. Сейчас узнаете почему. И он стал заниматься этим, так сказать, черным бизнесом. Рекой потекли деньги к нему. Просто река. У него был целый квартал собственности. Свои самолеты были. Да? Потому что это мафия. Она деньги брала из воздуха вообще. В деньгах не было проблем вообще никаких. Ни у кого. Вот он секрет. Как можно все-таки свою жизнь устроить. Ну вот Изи Эдди так и подумал, я вот так иначе устрою свою жизнь. И зачем? У меня есть сын, я ему оставлю наследство хорошее. Есть цель. И главная цель быть собственником, владеть. Владения должны быть какие-то существенные. Чем больше, тем лучше вообще. Правда? Все мы знаем эту истину. Ну, соприкасались с ней, так сказать. Но затем он видел, как сын его растет. И знаете, маленькие дети, вы просто их обеспечиваете, заботитесь просто о простых вещах, какие-то, пища, здоровая одежда, ну, всех желаний, чтобы выполнялись, там, игры и все остальное, чтобы не было ущемления. Но подрастает ребенок, вы начинаете чувствовать, что нужно дать ему какую-то мораль тоже. Нравственницу какую-то дать. Не только деньги. Смотрите, что он делает на эти деньги. Он же не понимает ничего. Опасно такое наследство оставлять, смотрите, такому бестолковому наследнику. То ли пропьет, то ли про наркоманию, то ли еще что-нибудь. Мало ли что. Слушайте, если вы не воспитаете в нем человека. И Изи, Эдди, он именно об этом и задумался, когда увидел своего сына уже в юношестве. И подумал, Боже мой, он же прекрасно понимает уже, чем я занимаюсь. И неужели он наследует мое поведение? Эту роль примет? Он испугался за сына, он за себя не боялся. Вы знаете, это бесстрашный человек был. Он думал какое-то время. И так серьезно погрузился в эту проблему, что решил сына невозможное. Ради собственного сына решил сделать невозможные вещи. он пошел на смерть фактически. Он сдал всю эту мафию. Сдал ее полиции со всеми документами, со всеми этими подвохами, все, просто всех сдал и все. И ему жить было недолго, через 2-3 дня его разрешили прямо на улице, на футуале. Вся пулеметная очередь автоматная была в нем. Конец. Мафия сразу рассчиталась с ним. Это конец этой истории. И начинается другая история через какое-то время. Не связанная с этой практически ничем. Конфликт с Японией, США, Япония, известный конфликт. Военные действия. Стоит авианосец на границе в Японском море. Это американские выносятся. И эскадрилья готовится выйти на задание на Японию с бомбами. Там какой-то важный стратегический объект. Его нужно уничтожить. Эскадрилью возглавляет молодой офицер. Взлет с авианосца. Все пошло по инструкции вовремя. Все четко работает. Военные люди до секунды рассчитываются. обученные. Даже одеваться. 45 секунд. Так вот. Чтобы все было готово. Но командир эскадрильи вдруг заметил, что бак его полупустой. ЧП. Срывается операция военная. Вы не можете медлить, вы не можете ничего прекратить. Но есть инструкция на этот счет. Если такое случается, все-таки вы должны немедленно передать полномочия другому и выйти из эскадрильи на заправку. Вернуться на базу. Но эскадрилья продолжает. Операция должна срываться. Все. Эта операция связана с другими вещами. Вы не можете сорвать все это. Он так и сделал. Он тут же сообщил мгновенно этот капитан. Развернул свой самолет и эскадрилья ушла по заданию. Без него. Возвращаясь на авианосице, он заметил японские бомбардировщики идут на американский выносяц. Под ними 3000 метров глубины. Сейчас, через какие-то полчаса этот авианосец будет лежать на дне океана. Он один, их девять. Хотя это был не бомбардировщик у него, а истребитель. Он вступил в бой с этими бомбардировщиками. девятью. Пока были пулеметы у него, патроны, он уничтожил два или три самолета. Не сошел с дистанции, начал их таранить прямо в воздухе. Даже японцы удивились. Даже камикаде сказали, сумасшедший какой-то там пилот. Там просто сумасшедший человек, просто сумасшедший. Вернемся сейчас. Сейчас просто вернемся. Это был сын Эдди. Что-то он все-таки оставил. Ну смотрите, пример свой оставил. Так вот, о чем мы должны думать? Что же мы оставим своим детям? Вот свой пример. Это самое важное. Не то, что оставим, а как мы это обрели и ради чего мы старались. Мотив, причина очень важна. Очень важна. Я мол, кстати, дорогие, я стараюсь для вас, для вас стараюсь. Потом мне скажете, а я его не просил этого, мне это не нужно было. Нужна была любовь, внимание, понимание. ты просто работал где-то у себя на работе, всю жизнь проторчал. Ты со мной не разговаривал никогда, папа, ты меня не знаешь. И сейчас хочешь мне учить, как распоряжаться деньгами и прочее. я без твоих денег обойдусь, сам заработаю. И все. Что же вы ставите? Если нет отношений. Здесь интересный финал этой Бхагавадгиты. Вы посмотрите, прежде чем сказать этот стих, этот финал, этот ответ, была рассказана вся эта книга. Сложнейшее произведение, это песня Бога. Другого такого нет в мире, не найдете аналога Бхагавадгиты, не найдете аналога, где описываются принципиально все абсолютно необходимые вещи для человечества. Послушайте внимательно, пять истин, это пять истин, без которых мы не можем прожить, иначе будем жить в невежестве. Это нужно нашим детям, это нужно нам, это нужно быть нашим правнуком, это было нужно всегда. Что же за пять истин? Рассказывается здесь Бхагавадгиты, кто рассказывает это? Рассказывает Кришна. Шри-Бхагаван-Увача, так начинается вторая глава Бхагавадгиты, когда говорит Кришна Шри-Бхагаван, Бхагаван. Бхаг означает достояние, богатство, обладатель всех достояний, Бхагаван. Бхагаван своям, есть такие определения, кто сам верховный, обладатель всего, Бог по определению, тот, кто обладает всем. Шесть достояний определяют, кто такой Бог, говорит Парашара Муни. Абсолютно владеет всем богатством, абсолютным знанием, абсолютной силой, абсолютной славой, абсолютным отречением и абсолютной красотой. В абсолютной степени, безграничной степени. Бхагаван. Мы маленькие Бхагаваны, чуть-чуть красивые, чуть-чуть у нас есть знания, есть. Есть чуть-чуть богатства и силы, и славы тоже. Нас как-то знают в своей квартире хотя бы, на работе, в обществе есть. Очень прославленные люди, их знает весь мир. Алла Богачева, знаете? Вот кого не спрошу, все знают. Правда, за границей не все знают, но русские все знают за границей тоже. Билл Гейтс, знаете, тоже? Почти, не все так. А Карла Маркса, знаете? Тоже знаете? Я разговаривал с новым поколением в парке, там был бюст Карла Маркса в каком-то городе. Молодые люди гуляли, я спросил, а кто это, знаете? Они говорят, наверное, какой-то музыкант. То есть бородатый, такой средоточенный, наверное, какой-то композитор. Они уже не знали, это такой Карла Маркс. Слава это, ну, уходит все равно. Рано или поздно люди забудут это. Но о Боге невозможно забыть. Всегда будет вопрос, откуда все? Есть ли Бог? Невозможно. Это невозможно. Если какой-то есть разум, всегда появляется такие вопросы, интерес к абсолютной истине. Абсолютная слава. Абсолютная красота, она отражается от всех этих вот предметов и явлений, даже погоды, когда мы видим. У природы нет плохой погоды. Каждая погода хороша. То есть всегда есть что-то красивое во всем, даже в кучке испражнений, своя гармония. Наблюдали, нет? Да, там правильные формы очень завиваются, знаете, так, с хвостиком, с блеском, с разными оттенками. Если присмотреться, увидите, очень живописно и конструктивно. То есть даже в таких вещах мы видим, есть какая-то гармония во всем. В любом насекомом или в чем бы там ни было, мы видим, как гармонично, как разумно все устроено. Во всем отражается этот разум, красота, энергия, сила, знания. Каждый имеет какие-то знания, правда? Даже животное обладает знанием врожденным. Есть, спать, совокупляться, обороняться – знает. Никаких институтов не нужно. А зачем тогда человек учится? Для чего? Он же знает тоже, как есть, как спать, как совокупляться, как обороняться. Там же не нужно учиться. Это автоматически происходит. Это заложено в природе вещей. Почему изучаем Бага в Адгиту? Послушайте внимательно. Мы должны знать источник всего этого. Нас это очень интересует, каждого человека, без подвоха. Давайте без подвоха просто обсудим источник. Нам ничего не нужно. Нам нужно просто знать источник. Если вы заинтересованы в абсолютной истине, вы потеряете риск к деньгам, к славе, к материальному положению, вы потеряете, вы будете искать. Как птица будете жить в этом мире, перелетая с места на место в поисках, будете как птица, вы будете в отречении. Будете совсем по-другому относиться к миру, совсем по-другому. Как один японский поэт написал Хоку. Я читал когда-то в юности этот стих и так и запомнил на всю жизнь. Ну, как коротко, как мощно, как глубоко сказано для всех нас. И всегда это полезно слышать. По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы. Если вы ищете абсолютную истину, вы понимаете, я здесь прохожий в этом мире, я перелетная птица. Я просто пытаюсь познать, найти эту лестницу, подняться выше и понять, в чем же смысл этого бытия. И что затмевает мой разум, почему не могу видеть это? И почему люди обманывают друг друга? Почему они говорят неправду? Хотя кажется, говорит правду каждый. Каждый убежден, что говорит правильные слова и правильно чувствует, все естественно переживает. Но мы ошибаемся на каждом шагу. Поэтому нужно знать это не философский трактат. Нет, 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 нет. Это те основы, на которых строится любая философия. Я приведу пример, как художник. Я учился. Изучал тоже цветоведение, рисунок, композицию, колорит, гармонию цвета. И любой художник знает, что три основных цвета существуют, из которых вы получаете все остальные безграничные оттенки. Знаете, какие это цвета? Даже если вы не художник, любой это понимает. Это простая вещь, красный, синий, желтый, все данные цвета. Хорошо. А откуда красный? Изначально. Правильно. Ведь сейчас вы понимаете, что такое Бхагавадгита. А желтый изначально уже существует. Давайте поговорим, что же изначально существует? Какие вещи? Пять истин существуют изначально. На которых уже строится все остальное. Вы смешаете синий и желтый, получите зеленый. Зеленый с красным, коричневым и так далее и тому подобное. Подбирает тона и цвета, вы можете гармонию создавать безграничную. Это называется талант. Талант. Жить в этом мире это талант, это способность, этому нужно учиться. Ну, как сказал Райкин, это простое дело живопись. Берете нужную краску, кладете в нужное место и все. Легко. Если вы талантлив, безусловно, так и сделаете. Берете нужную краску и сразу в нужное место. Все очень просто. Ну, а если вы не имеете этих основ и знаний, то вы не сможете даже подобрать цвет. Как с этим человеком общаться, пока не знаю. Не могу понять. Вот я был ребенком, а я вот встречаю ребенка, не знаю, как с ним общаться. Что ему нужно, не понимаю. Когда-то я был за границей в каком-то храме, вот давно еще я был молодым совсем. И глупым, конечно же. Как и все молодые люди, это их отличительная черта. Они просто красивые. Но они еще не мудрые, конечно, им нужен опыт. И я тоже был, естественно, таким. Да и сейчас во многом еще мало чем отличаюсь. И я вспомнил сейчас этот момент, этот сюжет в своей жизни. Мы были с одним преданным, который на 12 лет старше меня. Он был уже зрелым человеком. А я еще в жизни был совсем непрактичным. И что касалось людей, я практически людей еще не понимал в то время, я не мог проповедовать. Хотя знал философию, умел что-то говорить, но понимание людей мне было трудно в то время. Если кто-то старше, имеет положение, мне было трудно понять этого человека. И мы были в храме, и нам, как гостям, предложили такие гирлянды, знаете. Ну, гирлянду предложили, тогда была такая гордость для меня, гирлянда. Я не знал, что гирлянды предлагают покойникам, на самом деле, в то время. Не только покойникам, нет, нет. Гирлянды предлагают гостям в минуты торжества, в день свадеб, допустим, или духовному учителю. Это этикет. Этикет, что мы рады, мы вас вдохновляем для того, чтобы получить какое-то хорошее общение, создать атмосферу, чтобы все были вдохновлены и получили все блага. То есть так мы общаемся, чтобы были все вдохновлены, и все было хорошо. Я ходил с этой гирлянды, не снимал ее по всему храму, рассматриваю все, и гордец этой гирляндой. Потому что это было что-то новое для нас. Я какой-то ребенок там ходил, в гору к улице. И он встал передо мной и стал смотреть на меня. Прямо вот так. Я на него, я не знал, что он на меня смотрит. Он иностранец, я русский. Мы друг друга не понимаем. Он встал и смотрел, и смотрел, и смотрел, и смотрел. Я спросил старшего. Не знаешь, почему он хочет? Говорит, ну что ж ты, ты не можешь понять детскую душу. Ну понятно, что он хочет. Гирлянду хочет. Дай ему гирлянду. Ай, боже мой, точно же. На тебе гирлянду. Все, он был такой довольный, побежал. Мне было трудно понять, хотя я был ребенком, я забыл все это, смотрите. Я забыл простую вещь, хотя я прожил это все. Но это забылось, тело сменилось, ум сменился, опыт сменился. Все, как будто это было не со мной. Точно было, как будто не со мной. Бегу по улице, дошкольный возраст, зима. Мороз страшный, как сейчас вспомню. Щеки, аж здесь щипет, потом немеют. Отморозить можно, но щеки, вот эти места часто люди отмораживают на севере. Я бегу, руки у меня замерзли, я их там скукожил, и ветер дует. Я бегу до дома, еще у меня далеко, и какая-то тетка навстречу идет. Прохожая просто, тетка. О, Боже мой, меня увидела. Сняла свои рукавицы, давай руки сюда, давай не растирать их снегом. Так, щеки, так, 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 все, беги. Все, нормально. Просто прохожий человек. Сейчас никто так не делает со мной. Если даже на улицу упаду, никто не подойдет. Ну, какой-то там человек лежит, но с детьми так. Так было, такие отношения. Но они ушли в прошлое. И все же есть выражение. Будьте как дети. Давайте вернемся к изначальным вещам. Мы все дети перед Богом. Почувствуйте это. Не думайте, что мы такие независимые, такие гордые. У нас есть деньги, или работа, или институт, или молодость, или красота. Пройдет все это. Давайте посмотрим реально, какие же истины описываются в Багове. Первая истина. Нужно опознать, что это душа. Сознание изучается. Здесь есть несколько текстов, которые описывают, что такое душа. Они описывают это как факт, не как теорию, как основу дают. Вот этот цвет, желтый, вы должны запомнить. А это красный. Откуда? Это всегда так было. Душа вечна. Мы начинаем с вечности. Это точка отсчета. Все остальное мы спросим, откуда? Почему? Но если вы приходите к душе, вы пришли, вы нашли ответ. Так вот, давайте разберемся. Эрик, о Боге, тоже самое. А откуда Бог? Это умственная платформа. Но ответ сварат. Сварат. Дети говорится, сварат. Нет источника другого. Он источник всего. Источник даже себя самого. Самодостаточный. Есть такое понятие. И он наслаждающийся. Первый. Если он не наслаждается, никто не может наслаждаться. И если он не может видеть, никто не может видеть. Если он не имеет формы, никто не может иметь форму. Он оригинал. С него все началось. Им поддерживается. И в него все заканчивается. Он существует неизменно. До, во время и после. Это называется сверхдуша. Есть душа, есть сверхдуша. Качественно они идентичны. То есть я, мы с вами, как души, идентичны качественно Богу. Не сейчас. Сейчас покрыты. Например. И даже сейчас. Как золото. Золото. Это частичное золото, тоже золото. Рудник золота, частичное золото. Качество тоже самое. Но золото может быть покрыто пылью или комком грязи. И как будто нет золота. Кажется. Я общаюсь с кем-то и думаю, ну нет. Не золотой человек. Не бриллиантовый явно. У него есть в характере всякие вещи, знаете, которые мне не очень нравятся. Сначала кажется, что золотой, конечно. И даже бриллиантовый. И даже божественный. И хочется всю жизнь жить с этим человеком. И выйти замуж, или жениться. Потом я снялся, нет. Нет. Не ангел далеко. Сатана какая-то. И дети-то рождаются как ангелы, только крылышки прелизовать. Точно будет похоже все. А потом мы говорим, ну и выродок же. Ну это смешанные качества. Но это покрытие. Покрытие описывается. Так же в Благоведии. Что такое покрытие? Это карма и гуна. Это материалистическая деятельность. Ради плодов труда покрывает наши духовные качества. Скрывает их. И гуны материальной природы. Качество материальной природы, которые приобретаем в себе прикосновение с этой энергией. Материализуемся как бы. Мы духовные, но мы как будто материализуемся. Я это тело. Правда? Так мы думаем? Вы не тело. Ничего общего с телом вы не имеете. Вот тарелка пищи. Я люблю эту пищу. Сейчас я ее съем. Вы не заметите этого. Она невидимая тарелка. Но я вижу хорошо. Я знаю, что я там люблю. Все тут лежит. У меня голубь джамуна есть. Есть. Так, халва. Есть. Теперь будет в конце лекции. Но я сейчас буду есть. Вот это не я. Я съедаю все это. Теперь это я. Смотрите. Как так происходит? Потом пошел в туалет и смотрю, точно не я. Так где же я? Я палец? Нет, не палец. Я рука? Нет. Скорее, это моя рука. Я, наверное, здесь. Голова? Мозг? Ошибаетесь. Это офис. Компьютер. Конечно, там все это жужжит. Но я находится в области сердца. Когда вы говорите, вот он я, вы говорите, вот он я. Говорите, вот он я. Я здесь. Здесь в центре всех переживаний. Пхава, переживания отсюда. От этих переживаний зависит мое мышление, состояние мозга. Умонастроение. Если вы счастливы здесь, в уме всех прекрасные картины всплывут. Все, что вы видите, покажется прекрасным. Если вы страдаете здесь, вы увидите через ум все в таком же свете. Здесь центр существует. В области сердца, говорит совет, душа располагается именно в этой области. В области сердца. И источник энергии. И дает энергию именно работать с сердцем и кровоснабжением. Это первое, с чего начинается жизнедеятельность. Как только сердце останавливается, все, жизнь прекращается. Но без мозга можно жить какое-то время. Факт. То есть жизнь продолжает существовать, даже если нет мозга. И в Бхагавадгите говорится, что душа не рождается и не умирает. На джайтэм риатэ вакадачи. Нет. Нет рождения и смерти для души. Она меняет тела. Гуна карму. Что такое смена тела? Смена качеств материальных. Вот это тело, проявление гуна кармы. Зафиксировано. Вот такой ты будешь. Вот так тебя будут звать. Вот такой национальности, вот такого характера всю жизнь. Женщина, мужчина. Все. Зафиксировано. Ты заработал эту карму в прошлом. Теперь рождение. Результат. Плод. Что посеешь, что пожнешь. Ты получил рождение. Теперь оно не меняется. Но ведь мы совершаем новую деятельность. И приобретаем новые качества. Как их воплотить. Как их получить, тот плод. Меняешь тело. И теперь получаешь то, что ты заработал в прошлой жизни. Следующий шаг. Следующую жизнь. Отрывается эта нога. Наступает. Отрывается эта нога. Рождение, смерть. Рождение, смерть. Рождение, смерть. Душа не меняется. Личность не меняется. Проблема в забвении. Именно поэтому говорится, что есть две души. Одна забывает, другая не забывает. Сверхдуша существует. Как эта душа пронизывает все тело. Все тело сознания. Каждую клеточку. Я в мизинце. Я везде. В каждом волоске. Я. Вот так сверхдуша пронизывает всю вселенную. И не одну. А одна. Говорится, Бог один. То есть связывает все в единстве. Есть единая сила. Как бы клей склеивает все эти. Процессы, события, движение планет, климат, энергия солнца, расстояние всевозможное. Так, чтобы жизнь зарождалась, поддерживалась. Каждый вид жизни сам автоматически поддерживает друг друга. Это все устроено сверхсознанием. Не нами. Не человеком. Человек созданное живое существо. Не создатель. Он вторичный создатель. Это ясно, мне кажется. Разве родители нас создали? Строго говоря. Они произвели нас. Возможно, даже случайно. Мы, возможно, даже не планировали. Просто вот так получилось. Ну, все. И мы появились на свет. Возможно, так. Если бы они нас создавали, наверное, они немножко получше бы что-то сделали. А уж что получилось, ну, так, природа сработала. То есть это действует, так говорится, материальная природа. Ну, поскольку я, так же, с этой материальной природой, я действую. Так кажется. Все делает материальная природа. Но глупый человек, имеющий ложный эгоизм, думает, карта хамэти манья тэ, манья тэ, он думает, что действует он, а действует материальная природа. Автоматически. Вот мужчина смотрит на женщину. И начинается процесс. Все. Автоматически. Хотите или не хотите. Я слышал такую интересную новость в одной деревне. На быках можно работать, пахать их можно путь. Они любят. Единственная проблема. Если быка увидит корову где-нибудь, все. Все. Автоматически сворачивает ту сторону. И вы ничем не можете остановить ее. Никакими палками там нечем. Просто идет корове и все. Автоматически. Так работает материальная природа. То есть попробуйте контролировать свои чувства. Вы увидите, это трудно, это практически невозможно. Природа непреодолима. Дай вихе, шагуна, ма, 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 я, дурати, я. Она очень трудно преодолима. Она действует вопреки моим желаниям. Вопреки моей воле. Толкает меня на какой-то грех даже. Я не хочу этого, но делаю. Вожделение, непреодолимая сила. Действует материальная природа. Меня мать спросила однажды, сказала однажды, вот когда ты женишься, вырастешь большой. Я сказал, нет, мама, я никогда не женюсь. Ну, как видите, я женат. Как так случилось? Против моей воли. Да нет, я захотел, вы скажете, я сам захотел. Конечно, конечно. Когда материальная природа пробудилась, я сказал, я хочу. А зачем? Так тяжело жить семейному человеку. Вы представляете, как жить тяжело семейному человеку, нет? Вы все семейные люди есть или были, или будете. Особенно быть женщиной. Кому захочется? Потому что это написано в шастрах, что нет тяжелее тхармы, судьбы, обязанностей, чем быть женщиной. Очень тяжелая доля у женщин. Неужели вы добровольно согласились стать женщиной? А если бы вы заранее узнали, что вас ожидает в этой жизни, вы родились бы вообще, согласились бы на это? Говорит, нет, я не пойду у трубы матери в это. К этой матери не пойду. Я с ней буду ругаться всю жизнь. Это мой враг в прошлой жизни. Я не хочу рождаться у него. То есть, если эту сферу рассмотреть в знании, мы видим, что многие вещи мы делаем просто потому, что нас вынуждает материальная природа. Например, старение. Я же не хочу стариться. Я же не старюсь, я не хочу. Это не я, кто-то другой. А кто это такой? Покажите мне его, я с ним хоть разберусь. Почему эта природа заставляет мне стареть или болеть, а в конце концов заставляет мне умирать? Вот это да. Против воли души. Это аспект времени. Еще один аспект, который описывает Бхагавадгити. Основа философии. Нужно знать душу, сверхдушу, материальную природу, деятельность, карму и аспект времени. Пять истин. Прежде чем мы реализуем то, что здесь написано, там, где Кришна поверил всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непредвиденный лучник, там всегда изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Как вы думаете, легко создать Солнце? Но вот факт, оно есть. Какие знания использовались? Если мы говорим о создании, это не случайное, конечно, творение. Понятно, любому разумному человеку, что это не случайное творение. Тогда давайте разберемся, а какие знания использовались, чтобы Солнце вот так светило и работало? Миллиарды лет. И было источником жизни. В ГИКе даются ответы. Но это секретная информация. Разглашать ее не могу. Ну, только для Киева, для Украины можно, да? Да, здесь позволяется такое? Ну, хорошо. Имам Ивас в этой йогам, эту науку о йоге, о взаимоотношениях со Всевышним, с его непостижимыми безграничными энергиями, я сначала рассказал, Кришна говорит, Богу Солнцу его звану на заре творения. Вот какие знания использовались, чтобы создать Солнце. Вот она книга. Потом Бог Солнца передал Ману. Ману – прорывитель человечества. Это наш предок. Вы не знаете его? Незнакомы? Да, мы не знаем всех своих предков. Он и сейчас жив и поныне. Но у него есть своя обитель. Сейчас в Кали-Юга люди не соприкасаются с высшими силами, не знают о них ничего. В Век-Кали контакта нет. Это редкость. Ману, прорывитель людей, передал Икшваку, первому царю человечества. Вот теперь вы знаете, кто был первый царь на этой планете. Икшваку его звали. И далее. Другие цари, праведные цари. Это знание передавалось среди праведных царей. Вот это. Раджа Виде, Раджа Гухин. Царское знание. Царь знания. Почему царям давалось знание? Обычно людям не давалось знание. Нет. Нужно найти достойную личность. Жил один астролог в Индии. Я не помню, какой это был век. Он был гениальным астрологом. Настолько сильный был его разум, настолько он был квалифицирован в своей области, что он даже карты не смотрел, даже не спрашивал время рождения. Просто смотрел на человека и смотрел на звезды вверх. И все говорил. Он достиг такого совершенства. Даже в руку не смотрел. Просто немножко медитации говорил, в каком кармане, сколько денег, лишь как его зовут. Все знал. Таких людей называют цар-вагья. Когда-то был такой человек. У него было пять детей, пять сыновей. Сыновья росли и думали, папа гений. У нас хорошее наследство может быть. Он, конечно, гений, но глуповат по жизни. Ведь он ни копейки не берет за свои сеансы, за свои консультации. Что-то ему дадут, там, немножко фруктов, там, немножко риса, там, вот он-то и берет. Глуповат папаша наш немножко. Но ничего, ничего. Он нам передаст ту науку. Мы воспользуемся по достоинству. Мы возьмем свое. Папа наш гений. Но шло время и шло. И папа не передавал никакого знания своим сыновьям. Они ждали терпеливо. В конце концов, отец лежит на смертном одре. И тогда сыны пришли. Отец, как? Мы твои сыновья, твои наследники. Ты что, хочешь в могилу забрать такие знания? Ты нам не передашь свою мудрость? Отец посмотрел на них и на звезды и сказал, а кому передавать? Передавать некому. Когда мы говорим об очень возвышенных знаниях, это следующий вопрос. Кому же передать? Представьте, что вы получили что-то очень ценное, а теперь будете озабочены. Кому же передать? Кто же это оценит? Кто же это поймет? Царь Соломон сказал, все это суета-сует по этой причине. Что кто же это оценит? Мои дети не способны оценить то, что я сделал. Я построил такой храм. Но кому я это оставляю? Практически варварам. И он сказал, что это суета-суета, бессмысленность. Зачем вы достигаете совершенства? Кому это нужно? Из в Гите говорится. Из многих-многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Из многих тысяч достигших совершенства только один человек может постичь Бога, говорит в святошении с ним. Редкость. А с другой стороны, есть потрясающая информация о Бхагавадгите. Потрясающая, сновсшибающая информация. Где Кришна говорит интересную вещь. Он уже говорил о разных сложных путях йоги. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога записывается и прочее. А потом он говорит, на самом деле, любой человек, будь он простой, рабочий, неграмотный, не способный к философии, к наукам, или женщина-домохозяйка, которая просто погружена в заботы семьи, детей, или торговец, который просто считает деньги и больше ничего в жизни не знает, если эти люди обратятся ко мне лично, непосредственно, они тоже достигают совершенства. Вся суть в йоге, в связи. Вот это йога. Йога это не религия. Послушайте внимательно. Не путайте. В йоге говорится, что йог превыше религиозных обрядов, аскез, других практик, мистических практик, покаяния и других вещей. Выше. Чем же он выше? То есть йога означает, что вы непосредственно осознаете Бога. А религия означает, что вы верите в Него, не зная ничего. В отсутствии знания вера используется. Но йога означает, что вы непосредственно можете видеть, трогать, обонять, осязать, слышать. И вот познание йога начинается со слуха. Если есть вера, слух поможет. Это имеющий уши услышит. Слышит разум, не ухо. Видит разум, не глаз. Понимает человек все разумом и сердцем, не чем-то другим. Можете не понять что-то в уме, не сложить какие-то цифры, как дети, допустим. Но они прекрасно чувствуют сферу отношений, потому что там есть дух внутри. Разум не развит, интеллект не развит, мозг еще не развит. Ну а как же ребенок гениально изучает язык, смотрите. Он просто берет и говорит, и все в какой-то момент. Как он научился, а ему не мешает ни разум, ни ум, ни какие другие вещи. Чувствует, ребенок чист, открытое сердце у него. В этом опасность, что ребенка нужно защитить. Сердце у него открытое, его легко обмануть, он же наивный, глупый. Разум нужен, чтобы защитить его, чтобы распознать, где ложь, а где правда. Этому должны учиться. Для этого нужен разум. Но если разум не различает, что хорошо, что плохо, Что это означает? Какую пищу мы должны есть? Разум нужно иметь. Какие книги читать? Разум нужно иметь. С кем общаться, с кем не общаться? Разум нужно иметь. Защищайте свою честь, молодость, свою жизнь, защищайте разумом. Общайтесь с воздушными людьми, с чистыми людьми. Станьте такими же. Изучайте основы основ, станьте мудрыми. Не изучайте просто чьи-то мнения. Был Ленин, был Энгельс, был Карл Маркс, был Гегель, был Юнг и все другие великие философы. Но посмотрите, ни к чему это не привело, ни к какому результату. Забыты. Они разумны были, на самом деле, как люди, они были великими философами. Но это не изначально истина. Это их мнение возвышенное, но это мнение. Лев Толстой мог увидеть проблемы, тоже. Очень острый разум искал абсолютную истину. Для этого написал «Войну и мир». Балконский там ищет то, что ищет Толстой. И Пир Безухов так же задается этими вопросами. И он пытается при помощи этих героев, этой игры, этой медитации, этой йоги, прийти к выводу. Он сам пытается, он не знает. Толстой специально берется за это произведение, чтобы прийти к какому-то выводу, найти ответ своей жизни. Он общался вживую с этими героями, с этими образами. Он создавал их, он видел их в жизни где-то. Он создал целый сюжет, потрясающая книга, как говорится, целая эпоха. А что же в конце Балконский не может найти ответа? Нет ответа. И Толстой сказал, самое лучшее, что я написал в жизни, это букварь для детей. Он отрекся от этого произведения. Все. То есть это не учебное пособие, это поиск абсолютной истины, но она не найдена еще. Поэтому мы должны знать основы. Абсолютная истина – это не что-то сложное. Не путайте себя. Не думайте, что никто не знает абсолютную истину. Она сама о себе говорит. Как солнце. Вы не найдете его ночью с фонариком, пока она сама не встанет, никто не найдет его. Она сама проявляет себя. Как любовь. Это абсолютная истина. О любви покорны все возрасты, говорится. Если вы встречаете настоящую любовь, все. Вы покоряетесь полностью этой любви. Потому что это абсолютно для каждого существа. Любовь мы все ищем. Даже насекомые, даже деревья. Даже собаки и кошки. Даже змеи реагируют на это. Один йог достиг такого уровня в Индии, что его показывали однажды во времени, еще в советские времена. Я помню это. Он брал в руки любых змей, кобры и так далее. Просто ядовитых. Они сразу его в руках забывали про то, что они ядовиты, что они змеи. Такая энергия идет. Мистическая сила – любовь. Повелитель всех мистиков Кришны здесь говорится. Что за мистическая сила у Кришны? Все силы его. Но главная какая сила? Бхакти. Это источник безграничной, чистейшей любви, безусловной. Это Бог. Бог – это любовь. Так и говорят люди. Они чувствуют любовь. Это должна быть. Это йога. Как только вы чувствуете любовь, сразу вы чувствуете связь с этой личностью. Это йога. Вы думаете о нем постоянно. Медитируете на нее форму. Изображение на стенку вешаете, думаете, вы мой Вася. Вы что, с ума сошли, вы с какой-то бумажкой общаетесь. Здесь ведь и божество – это тоже элемент бхакти-йоги. Это божество. Мы общаемся с ним как с Богом. Мы служим как Богу. И он входит туда. Это специальный существует процесс. Как пригласить божества в храм. Затем это служение не прекращается ни на час, ни на минуту. Все точно и каждый день. Можете проверить, гости. Можете сюда приходить каждое утро. 5 часов утра. Так. 4.30. Начинается в Мангаларе. Вот он знает. Он 4.30 каждое утро здесь. В Пуджаре здесь будет. Можете засекать время. Не минуты позже, не минуты раньше. Я правильно говорю? Вот видите. Это стандарт служения. То есть так воспитывается наш разум. Ответственность – это очень важная вещь. Если мы хотим достичь любви, мы должны к этому очень ответственно подойти. Без обмана. Без лицемерия. С чистым сердцем. И посвятить этому жизнь. Манамана, бхау, мат, бхак, том, атья, джамам, намаск, ру. Кришна, Бхе, Бхе, говорите. Погрузи в меня свой разум. Свой ум. Свою деятельность. И будешь жить со мной. Оставь все остальные процессы. Саратхарна припаритяжа. Мама камшанраджа. Придай себя мне. Я тебя сам лично защищу. Не нужно тебе больше ничего. Ты будешь под моей личной защитой. Ты же неминуемо совершаешь ошибки в любой деятельности. Все равно. Деятельность хорошо. Оно как огонь. Хорошо. Оно всегда будет дым. Недостатки всегда будут какие-то. Так я тебя защищу от всех недостатков. Ты будешь чистым. Кришна рассказывал о себе. Он рассказывал о душе. О сверхдуши. Он рассказал о себе. О своих энергиях. О том, что он хорошо знает. И кроме него никто этого не знает. Бог только знает все на свете. Он может изложить все эти основы вот в этой книге. Это с комментарием. Это такая вот объемная книга. Без комментариев она будет в пять раз меньше. Вся абсолютная истина. Истина заключается также в том, что нам нужна с вами чистая вода. Так? Всем? Или грязная достаточно? Всем чистая вода нужна. И чистый воздух. И чистые отношения, правдивые, искренние. И любовь чистая. Чистота нужна всем. Это тоже истина. Чистота сестра божественности. Это очень близко к абсолюту. Но абсолют в конечном итоге, мы говорим о энергиях, это живое существо. Чистый из чистых. Чистота чистоты, говорится. Разум разумных. Сила сильных. Очень трудно постижимая вещь. Все зиждется на этой энергии. Все. Наш ум, наши чувства, наше тело. Все находится в сверхдуши. На самом деле это нужно осознать. Почему этого не замечают? Одну рыбе сказали, дорогая, мы живем в воде с тобой. Ты знаешь, мы узнали вот такую вещь. В воде? А что такое вода? Она не знает? А потому что она рождается в воде, живет в воде, умирает в воде. Она никогда не была вне воды. Она не замечает, не знает, что такое вода. И мы тоже находимся, в конце концов, в сверхдуши, в своей судьбе и не знаем ее. Мы не знаем свою жизнь. Если нас спросят, какая твоя судьба? Не знаю. У меня есть какие-то свои планы, а что будет, я не знаю завтра. И понятия не имею, что будет даже через час. Я нахожусь непосредственно. А другой человек, который видит гуна-карму другого человека, он может сказать его судьбу. Ведь гуна-карма является нашей судьбой, нашей качества и деятельности. Вот прямо сейчас спросите, чем занимаешься? Что ешь? Какие книги читаешь? И все скажете о человеке. В какой гуне человек находится, можно судить по его вере также. Вера в гуне-невежество означает религия, поклонение призракам умерших людей или духам. Также различные суеверия. Сюда же относятся черная магия и все остальное. Вот этого порядка. Это вера в гуне-невежество. Вера в гуне-страсти. Это вера в сильных мира сего. Это великие политики или ученые, или деятели общественные. Это страсть. Мы верим ученым, политикам, каким-то людям великим. Это страсть. Вера в гуне-благости, когда человек верит в стихии природы и их возглавляющие божества, личности. Они не боги, они полубоги, так сказать. Или их называют суры. Они имеют божественную природу, но они не бог, они министры. Как есть министерство отопления во Вселенной, министерство воздуха, вентиляции, министерство пищи. Пища тоже производится и так далее. За эти энергии, за эти процессы отвечают какие-то личности. Описывается здесь. Так все устроено. И вера есть трансцендентная. Выше этих гун. Нистры гуня, бхаварджу нас, говорится. Поднимись над гунами, ты увидишь. Над гунами я нахожусь, Кришна говорит. Всепривлекающая, абсолютная истина. Кришна, значит, всепривлекающая, абсолютная истина. Вся красота, вся сила, вся слава. Все богатство. Бхагаван. Так же, как Солнце над облаками, оно выше находится. На самом деле, облака не могут закрыть Солнце. Невозможно, что такое облако. Это энергия Солнца, она крошечная. Облака закроют наши глаза. Точно так же эти гуны материальной природы и наши поступки покрывают наше сознание. Если мы снимем это покрытие, мы увидим Солнце. Об этом здесь также пишется. Как устранить влияние этих гун, материи, на свое сознание, на духовное сознание. Как это происходит? Как с абажура, как мы снимаем покрытие, ярче свет, еще ярче свет, еще ослепительный свет. И все, никаких покрытий, все ясно. В полную силу. И наоборот. Чем больше я совершаю материально-эгоистической деятельности, жадность, похоть, зависть, другие корыстные проявления, скорбь, чувство вины, обиды, память несчастья, негативный ум, это как покрытие моей души. Я не скрываю этот свет. Понимаете, мне плохо в этой тьме невежество жить, в этом незнании, надеяться на удачу, удовольствие тем, что имеешь просто. И завидовать тем, кто живет лучше. Какая жалкая участь. Жить во тьме. Ни старая гунья, бхаваджуна, поднимись над гунами природы, особенно над низшими гунами, освободись от невежества и страсти, достичь благости с садвой, Кришна говорит. И просто, говорит, обратившись ко мне, они достигают этого? Что значит обратиться к Богу, Кришне? Нет, не так, что Кришне, дай мне здоровье, дай мне знания. Не так. Должны сначала познать, кто такой Кришне. Потому что, может быть, мы не по адресу придем с какой-то просьбой. Не все просьбы Богу по душе. Должны знать, с какими просьбами идти к Нему. Что же самое важное. Ведь мы же идем, обращаемся к высшей инстанции. Все может. Помните у Стругацких пикник на обочине? Зона исполняет все желания. И сюжет такого, что группа людей туда устремилась с проводником. Проводник этот, юродивый, он чувствует эту зону, знаете, там описано, интересно все. Есть такая зона. Откуда это взято? Не из пальца высосано. Есть такие места. Священные места, исполняющие желания, существуют. И в чем, как бы, смысл этого произведения фантастического в том, что хотя они достигают этой зоны, ядра этой зоны, где исполняются все желания, оказалось, самое трудное не это. А там они не могут решить, что же важно, на самом деле, в жизни. Я не знаю. Есть такая рубрика, не знаю, кто это ведет. Если бы ты, когда ты встретишь Бога, что ты ему скажешь, что попросишь. Что-то в этом духе. Что-то, да? Да, что-то, какая-то такая передача. Как были такие серии интервью. Там разные люди выступают, известные. Кто-то атеистичный, кто-то верит, кто-то по-разному. То есть такие попытки, такие интересы у человека есть. Так что же самое важное в нашей жизни? Что нужно просить? Да, если разумно, что нужно попросить что-то одно, что решает все проблемы, не так ли? А иначе список не кончится, верно же, никогда. Знаете, мышка. Мышка живет дома, все вроде бы неплохо. Но кошка. Кошка проблема. Все бы хорошо, но кошка постоянно мешает. Чичто лапой с когтем, знаете, опасно. И эта мышка пошла в лес. И увидела там мудреца йога, отшельника, мистика. Исполняющего желания. Сказал йога, отшельник. Исполни мое желание. Я буду счастлива, если я стану кошкой. У меня не будет никаких проблем. Можешь исполнить мое желание? Хорошо, сказал мистика. Если ты хочешь быть кошкой, ну ладно, будь кошкой. Собственно, было неплохо кошке дома. Мошея ловила. Молоко пила. Хозяева любили ее. Но выйдя в адур, заметила там собака. Злобная. О, боже мой. А я же не знал, на чем о собаках. Снова пришла к мистику. Извини. У меня к тебе последняя просьба. Я теперь знаю, что мне нужно. Сделай мне собакой. Кошкой нет несовершенства, лучше собакой. Ну хорошо, будь собакой. Успокойся. Сдала она собака, стала гонять кошек. Про мышей вообще забыла. Но когда бегала по лесу, там тигр жил. Ой, какая страшная штука. Смертельно опасно. Но теперь-то мне ясно, что я должна попросить. Все, конечная цель мне абсолютно известна. Дорогой мудрец, сделал меня тигром. Это смысл моего жизни. Он самый сильный. Ну хорошо, сказал мудрец, стань тигром. Стала кошка, мышка, собака, тигром. Но интересно, что как только она стала тигром, она внимательно посмотрела на мудреца и облизнулась. Сказала, ты знаешь, вот я хочу тебя съесть. Как я тебе сделал тигром? Я, я. И ты меня хочешь съесть? Ну пойми, это моя природа, я тигр. А, понимаю, сказал мудрец, стань мышкой. Так что же у Бога нужно просить? Как сказки о золотой рыбке, то же самое. Снова разбитая корыта будет. Так что же нужно попросить, чтобы закончить с этим, покончить навсегда? Преданный просит сначала очищение сердца от этих желаний, которые вовлекают мне этот замкнутый цикл рождения и смерти. Снова повторение, на те же самые грабли люди говорят. А наступая много-много раз, смотрите, сколько шишек. Это те же самые грабли, те же самые. Один брак, другой брак, третий брак, четвертый брак, а то же самое все. Одна работа, другая работа, третья профессия, но то же самое все. Почему? Потому что качества мои не меняются. Все то же самое. Все свое ношу с собой, от себя не уйдешь. И все только окружающие подтверждают, ты снова такой, а ты всегда такой. А ты таким был, таким и останешься. С тобой все ясно. Поэтому первое, что человек просит, разумный, очистить сердце, это того вожделения, от жадности, от заяц, забыть все эти обиды, научиться прощать, да, да, освободить себя. А свобода, 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 свобода. А затем, когда сердце очищено, вот тогда уже становится все ясно, что необходимо на самом деле. И что это такое? Любой к Богу. Все решает. Решает все проблемы. Однажды шла Пропада, который писал эти комментарии. Много книг. Не только это. Он смотрел храм, который преданные строили. И мы показывали, здесь Пропада у нас будет алтарная комната, есть на этом этаже. Здесь будет комната для того, чтобы жили в Брамачаре, в Пуджаре здесь будет жить. А здесь мы хотим сделать больничку. Но Прабху сказал, нет, 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 нет. Больница не должна быть в храме. В храме больных не должно быть. И кому-то это не очень понравилось. И кто-то сказал немножко с вызовом. Прабху Падху, а почему? Почему только храм, только Харе Кришна? Вы что, знаете лекарство от рака? Ну, то есть больницы тоже нужны. Но Прабху Падху сказал, да, я знаю лекарство от рака. Он сказал так убедительно, так не задумываясь, что ученики аж вздрогнули. Потому что в то время был обещан золотой памятник человеку, который найдет лекарство от рака. Смотрю, а Прабху Падху знает лекарство от рака? Я не говорил нам об этом. Так у нас будет скоро золотой памятник. И стали слушать, что же он скажет? Говорит, я знаю лекарство. Вы должны повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Отказаться от греховной деятельности. Постепенно вся ваша карма сведется к нулю. Сотрется этой трансцендентной вибрацией. Ум очистится, сердце очистится. Вы достигаете конца жизни и не рождаетесь больше. Получаете духовное вечное тело и никакого рака. Окончательно все. Вот это здорово, мы не знали. Что оказывается настолько это серьезно. Повторяете Харе Кришну мантру. Нет, не так, что больницы не нужны. Это все нужно. Но поймите, особое значение духовной жизни человека. Вы убедитесь сами. Если мы начнем серьезную духовную практику, если кто еще не начал, в больницах практически не будет нужды. Все меньше и меньше будет происходить. И чем больше мы будем жить материальной жизнью, материальными интересами, тем больше мы будем нуждаться в больницах. Тем больше мы будем нуждаться в деньгах. В друзьях, потому что враги будут. Все будет. Необходимостью станет. Даже атомная бомба понадобится. Хотя у нее нет никакой необходимости для мирной жизни. Но она понадобится. Даже атомная бомба, скажем, необходима стала. Кто создал все это? Бог? Человек. Низшие качества человека создали. Вожделение. Единственный враг души – это похоть, это вожделение. Доказать свое превосходство над другими. Получить больше, чем другие. И бороться за источники энергии друг с другом до смерти. Вот так. Нужно знать Бхагава Дьюдов. И жить, как солнце. Отдавая. Отдавая. Вы получаете знания – отдавайте знания. Не присваивайте себе ничего. Отдавайте знания. Мы не говорим деньги. Денег ни у кого нет толка. По глазам видно. А знания уже есть. Если прослушали несколько лекций, прочитали Бхагава Дьюдов, вы уже можете такие вещи говорить людям. Потрясающие. Вы в корне можете изменить все вокруг себя. Хотя это нелегкая задача, я предупреждаю. Не так-то легко убедить человека, скажем, отказаться от мяса или от сигарет. Но сразу вспомнить, что он христианин. Сразу же. И будет за мясо отстаивать все религиозные принципы. За мясо люди бороться будут до смерти. За водку тоже будет стоять. Дружно. Вот за что люди борются. За чувственное наслаждение. Ни в одной религии мира вы не увидите, что это предписано делать. Еду в автобусе как-то очень давно, междугородный автобус, и читаю Бхагава Дьюд. Маленький карманный был экземпляр. Рядом христианин оказался читать Библию. Так мы оказались с близкими соседями. Я тогда не читал еще Библию, а он не читал Бхагава Дьюд. И мы вот так вот перелистывали страницу друг к другу. Извязал от беседы. Я ему сказал регулирующий принцип, что мы не едим мясо. Он говорит, а как вы не едите мясо? Это ваша гордыня. Ведь в Библии предписано, что человеку дается это в пищу. Бог дает. А вы что-то придумываете. Отказываетесь от мяса, это ваша гордость. Тоже проблемы может быть. Я попросил найти стих, где это предписано. Было очень интересно увидеть. Он сразу нашел. Знает хорошо место. Вот. Я читаю вот таких-то там, таких-то, с такими-то копытами и прочее. Даю ему в пищу. Факт. Бог говорит. Пророку. Я опускаю глаза ниже. Следующий текст. Но из-за этого спрошу с вас. Итак, мы всю дорогу снимем. Я ему на следующий, а он мне на первый. И так мы с ним спорили всю дорогу. Знаете, и то, и другого можно найти в Писании. Что же мы выберем? Какой путь выберем? Ведь мы же свободны. Это не навязывается. Не можешь так, делай так. Хорошо, не можешь сказываться от мяса. Хорошо. Хотя бы мясо коровы не ешь. Есть ограничения. Что-то наиболее греховно. Убивать коров. Это самая греховная деятельность на самом деле. Пурана говорит, что человек, который забивает корову, чтобы съесть, будет рождаться в адских условиях столько, сколько волосков, столько жизней, сколько волосков на животе этого животного. Практически бесконечно. Коровы защищаются. Это одна из матерей человечества. Их семь всего. Это очень важная программа, миссия защиты коров. Потому что от этого зависит благополучие всей цивилизации. Нам нужно добродетель. И единственное живое существо по своей природе в добродетели – это корова. Вся в гуне благости целиком. Даже ее моча и навоз чистый. Это должна быть миссия человека, задача человека – заботиться об этих живых существах. Потому что они дают чистоту вокруг себя, плодородие. И не только молоко. Нет. Она говорит, в гаупанишат корова говорит мудрецу, не думай обо мне, как о той, кто дает просто молоко. О, я могу исполнить все твои желания. Есть много сказаний об этом живом существе. То есть человек должен осознать миссию на земле. Что он должен защищать, какие ценности. Что он должен отстаивать. А от чего нужно отказаться, просто согласиться с этим. Не противопоставляйте себя чистоте. Мясо нечистое. Не противопоставляйте. Предположим, вы не можете оставить мясо. Но не говорите, что это хорошо. Вы так и говорите, я мясоед. Я трупоед. Я падший человек. И уже вы будете прогрессировать. Если вы честно скажете, что я, ну я просто греховный. У меня такие привычки, я пока не могу. Уже вы честный. Вы уже будете продвигаться. Алкоголик будет пить вино и говорить, я падший. Он будет продвигаться. И в какой-то момент он откажется. В нем будет сила. Откуда? От Бога. Потому что он не противопоставляет себе Богу. Он получит просто милость сверху. Силу, разум получит. Рано или поздно человек. Обязательно. Как важно иметь вот это искреннее сердце. И Арджуна как раз такой искренний. У него лук и стрелы. Он воин. Но он искренний. Поэтому Кришна рассказывает, что он Бхага Вадьетову. Абсолютно чистый. Он друг Кришны. Преданный. Всю жизнь посвятил Кришне. Он говорит, ты мне не завидуешь Арджуна. Я тебе расскажу сейчас все в этой книге. Поэтому Арджуни рассказывает это. Но как бы теперь и мы знаем Бхага Вадьетову. Услышал Санджая. Если бы его записал, так иначе своровали. Это знание для нас тоже. Они разговаривали между собой двое. Арджуна и Кришна. Кришна Арджуна. И никто из нас не знал до сего момента, может многие. Кто это вообще за личности такие? Бхагаван Своям, его вечный спутник Арджуна. Это Бхага Вадьетов, песня Бога. Итак, душа, сверхдуша, деятельность карма, время и материальная природа. Это нужно знать. Это основы. Если мы знаем основу, мы начинаем мыслить правильно и достигать результата. Не напрасно будут наши желания и планы. Если будут основаны на знании. Если будут основаны на нашем невежестве, фантазиях, ничего не сбудется. Если на Абхагава длите, жизнь построите. Итак, наше время лекции закончилось. Есть вопросы, но у нас сегодня еще одна церемония. Сегодня здесь получает посвящение преданное кандидат. Мои ученики, Людмила из Безводного села. Сейчас она подойдет сюда, для того, чтобы произнести свои обеты, обещания. Получить четкие и духовные имя. Харей, Кришна. Надо, чтобы она сюда прошла, убери стол в бок. Итак, Людмила, сейчас здесь в обществе Вашнавов в присутствии Божеств также, в торжественной обстановке. Вы дадите обеты, скажете, что обещаете сегодня делать в течение всей своей жизни, серьезно. И преданные они отреагируют, есть уже мриданги готовы, караталы, должны отреагировать так, чтобы она запомнила на всю жизнь, в тот момент времени. Оставшуюся. Оставшуюся не так мало, время есть вернуться к Богу. Всегда есть такое время. Дорогая ложка к обеду, так говорят. Пожалуйста, Людмила, какие обеты даете сегодня? Не есть мясо, рыбу, яйца. Не употреблять интоксикации. Не играть в азартные игры. Не вступать в незаконные половые отношения. Читать минимум 16 кругов махамантры ежедневно. И стараться внимательно. Внимательно? Да, стараться, это главное. Стараться внимательно повторять мантры. В этом как бы суть, главное наставление всех наставлений духовного учителя пропагает это главное 16 кругов. Стараться внимательно. Принципы преданным нетрудно соблюдать в основном. Все справляются так или иначе преданные с этим. С мантры это главное. Чем лучше джапа, тем чище сердце, тем чище ум. Трансцендентный звук очистит все. Он передается по цепи ученической преемственности. Без посвящения мантра практически не работает должным образом. Поэтому сегодня посвящение вы получаете по цепи ученической преемственности от имени своего духовного учителя, от имени Шилправа Пады. Я беру за вас ответственность духовную, чтобы вы в сердце имели этот источник разума, память духовную и ответственность при воспевании святого имени, чтобы вы имели привязанность к святому имени. Это как веревка, как канат, который нас вытянет из этого океана невежества. Держите за него. Ваше имя меняется. Теперь духовное имя. Здесь оно написано. Пушпалата Манджари Давидаси. Можно перевести. Пушпалата Манджари Давидаси. Можно перевести так. Манджари – это бескорыстная служанка гопи. Они очень чистые манджари в духовном мире. Даже они поражают своей чистотой. И это манджари, пушпалата, подобно ляне преданности, украшенной цветами. Это подарок. Затем Божеством вы служите. Вот посвящайте свою жизнь этим Божеством. Служите им. Электричная. АПЛОДИСМЕНТЫ Пару вопросов можно, да? Так, можно пару вопросов, если кто-то из гостей хочет спросить что-то важное. Есть вопрос у тебя? Пожалуйста. А вот меня назвали, один раз, мои в кавычках друзья назвали меня коровой. Мне сказали родители, что это меня благословили. Но они говорили это со зла. Как меня это давали? Назвали коровой? Ну что это? Хорошее слово. Быть коровой. Коровой значит чистая, коровой значит мать. На зло не обращай внимания. Привыкай к этому. Уже с детства девочек нужно обучать этому. Не воспринимать ничего злое. Они должны быть неуязвимы. Это наука. Как воспитывать девочек. А женщина должна быть подобна утке, говорится. Если вы утку так поставите здесь на стол и вылетите на нее ведро воды, ничего, она просто тряхнется и все. Вот так нужно совести. Вот это женщина. Такая женщина может поддерживать мир в любом обществе. Эта женщина признается святой. Если она может поддерживать мир со всеми родственниками, можете поставить изображение на алтаре поклоняться. Будете продвигаться. Это чистая женщина. Учись. Да? Кто на самом деле был Арджуна? Это вечный спутник Кришны. В прошлой жизни он был Нарой, а Кришна Нарайной. И Кришна в гите говорит, что через много-много мы прошли с тобой рождение. Ты их не помнишь, а я их помню все. Потому что Кришна ничего не забывает никогда. Он не меняет тел. А Арджуна менял тела и не все помнил. Но Кришна напоминал ему. Потому что они друзья. В дружбе они равны становятся. Такой интересный момент. В дружбе они как равны ведут себя. Хотя у них разная татва, разной категории. А Джуна – это обычная джива. Обычное живое существо. А Кришна – это верховная личность Бога. Есть более сногсшибательная информация. Есть такие преданные Кришны, которые чуют из себя по отношению к Нему родителями. Он ведет как ребенок. Он подчиняется любви. Иначе откуда бы здесь были родители? Это все от Бога, из источника. А друзья откуда? Оттуда же. А супруги откуда? Да. Он супруг. Для всех гопи. Это все в Боге есть. Мы много не знаем о Боге. Но сейчас эта наука открывается полностью. Потому что она была скрыта сознательно. То есть была необходимость. Теперь необходимость меняется. Необходимо раскрывать эту науку. Взаимоотношение со Всевышним. Потому что мы не можем полюбить того, кого не знаем. Нужно знать, кто это. Это живое существо. Это личность. Есть много аватар, воплощений. Много энергии. Безчисленное множество из него энергии. Но он, кто изначально, Богован Своям. Абсолютно изначально. Ишварах Парама. Кто? Высший Ишварах. Кришна. Садчитананда. Виграха. Он вечный полный знаний блаженства. Это его форма. Анадир Адир. Говинда. Источник чувств. Изначальный Господь. Предвечный. Предвечный. До вечности существовал. Как? Считайте. Сарва Карана. Карана. Причина всех причин. Кришна. Брама Самхита. Симат Бхагаватам. Этте чам шакалах пум сам. Кришна сту Бхагаван Своям. Бхагаван Своям. Сам Верховный. Изначальный. Кришна. Все привлекающие личности. Владающие всеми достояниями. А остальное части его проявлений. Воплощение аватара. Это части или части частей. Мы также. Часть его частей. Маленькие дживы. Искры пламени. Вечные души. И мы прилежим ему. Насколько важно проводить яги для маленьких детей. Которые первое зерно дают. Важно. Для ребенка это важно очень. Этот обряд. Это самскара. Впечатление должен получить. Это торжественная церемония. Когда впервые принимают зерно. Это торжественная церемония должна быть. Духовная энергия. Да. Духовная энергия. Духовная энергия. Если она исходит из высшего источника. Она не оскверняется. Оскверняется духовной энергией индивидуальной души. Когда мы не связаны с Богом. Тогда связываясь с материи. Мы оскверняемся ее качествами. Ну как мы берем грязь и рука грязная. Контакт видите. А солнце когда светит. Грязь высушивает и не оскверняется при этом. Видите как. То есть если высшая энергия. Мы к ней не связаны. Мы как лотос говорится в этом мире. Лотос в грязной воде. В любой воде. Не смачивается водой. Не соприкасается с водой. Остается чистым. Но если не связаны. Тогда контакт непосредственный. Нет защиты. И мы оскверняемся. То есть наша душа маленькая. Она попадает во власть материи. Сверхдуша не попадает во власть материи. Если связаны со сверхдушой. Вы тоже не попадаете во власть материи. Агамт вам сорвал папе. Он говорит. Я защищу тебя от всех этих вещей. Если не мясом. Чем кормить домашних животных? Они найдут там что-то на улице. Дома. Иногда же отпускаете их? За мясом сходить куда-нибудь. Они найдут там это все. А дома мы кормим животных просадом. Освященной пищей. Был случай в Арисе. Где-то Джаганат-Купуря слышал эту историю. Ариса это штат Индии. Священное место. И там один браман усыновил тигренка. Потому что мать была людоедкой. Ее убили. Остались тигрята. И он одного взял домой к себе. И вырастил. Это был браман аристский. Абрама значит пища освященная у него. Божества. Просад. Рис. Овощи. Дал. Чапати. И тигр вырос на этой пище полностью. И он был такой, что гости приходили. Он ластился. Знаете. Так вот к ногам. Ну. Пища такая. Но там был сосед. Через ограду. Какой-то человек. Не образованный толком. Он подумал. Издевается над тигром. Тигру нужно мясо. А он его кормит рисом, овощами. И фруктами. Что за тигр? И однажды тайком он сделал страшную вещь. Он бросил ему через забор кусок окравленного мяса. Какого-то животного. И тигр съел. И почувствовал вкус. После этого он убил всех. И соседа. И хозяина. И еще несколько людей. Пробудилась животная природа. Знаете. Как пища важна. Можно пробудить даже в себе звериную природу. Даже в человеке. И стать хуже зверя. Поэтому давайте будем отказываться от этих вещей. Собака может жить на просаде. Это факт. Преды все знают. Пожалуйста. Любовь мы можем получить от любви только. Никакие другие процессы не помогут. Как огонь мы можем зажечь только другого огня. Поэтому есть, конечно, какой-то процесс последовательный. Как вот бхактия. Это тайна. Прежде чем прийти к бхактии, к Богу, с любовью. Вот с таким мотивом. Нужно очиститься сначала. Религиозные процессы, аскезы, покаяние. Благодарительная деятельность. Жизнь за жизнью много. И только потом человек допускается к бхактии постепенно. Но после очищения. Но можно очиститься сразу, говорится. Просто повстречав в своей жизни чистого преданного, который обладает любовью. И служа Ему, в этой жизни обретаем любовь к Богу. Такой путь. Все такое любовь. Бескорыстная, чистая, преданная, любовное служение. Всегда служение. Служение. С ней мы практически хотим ее понять. Это, конечно, также настроение определенное, ощущение. Пхава, но оно выражается через служение. Как, например, если юноша любит девушку, начинается служение автоматически. Он покупает что-то, желание исполняет, то есть они начинают служить друг другу. То есть любовь обязательно проявляется через служение. Поэтому служа чистому преданному, служа Богу, любовь пробуждается таким же образом. Если мы говорим о Боге, да, она пробуждается единожды и больше никогда не покидает человека. Между людьми временно. Если вы любите человека, вы упадете, говорится. Если вы любите Бога, потом человека, вы не упадете. Через Бога любите всех живых существ, потому что это его частички. Иначе, если я люблю сам для себя, я как собственник выступаю. Я в плен попадаю, человек моей любви. В золотую клетку, может быть. Но если вы любите через Бога, это совсем другое. Поэтому сначала нужно обрести любовь к Богу, потом мы сможем любить уже по-настоящему всех. Если есть вопросы, давайте еще. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . . Спасибо. . . . Спасибо. Спасибо. . 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 Спасибо.